Минпромторг Добрый день! Мы, как вы правильно сказали, организуем коллективный стенд. Мы считаем, что это эффективный способ продвижения российской продукции, эффективный метод увеличения продаж, расширения рынков. Безусловно, те компании, которые приняли участие в прошлом году в таком же аналогичном стенде, ощутили, во-первых, новые возможности, поняли, что они могут конкурировать на мировом рынке. Многие компании заключили долгосрочные контракты на поставку такой продукции за рубеж. Мы этот опыт продолжаем. Сегодня открыли наш российский стенд. Ну и в будущем также будем поддерживать экспорт нашей кожевиной продукции на разные рынки, в том числе на рынок Европы. Кроме нескольких подписанных контрактов в вашем присутствии, российские кожевники ожидают еще подписания каких-то коммерческих контрактов, вероятно? Безусловно. Сейчас все активно проводят переговоры. Даже если по результатам переговоров контракты не будут подписаны во время выставки, это дает хороший базис, хорошую основу для того, чтобы это произошло в будущем. Более того, у нас стенд специально устроен таким образом, чтобы каждая компания могла приватно провести переговоры с своими возможными покупателями. Санкции и контрсанкции, как они влияют на вашу отрасль, дали какие-то преимущества, либо наоборот, и импортозамещение, это еще одна, так сказать, политика нашего правительства и вашего министерства. То есть как оно происходит и как вы помогаете? Я думаю, что санкции особого воздействия на нашу отрасль прямого какого-то негативного не оказали. Те ответные меры, которые были приняты российским государством, касаются рынка, прежде всего, рынка продовольствия, поэтому тоже не затронули кожевина и обувную под отрасль. И если мы говорим об эффекте девальвации рубля, то да, наша продукция становится более конкурентоспособной. То есть это преимущество российского рынка? Это преимущество. Что касается закупки оборудования, несмотря на то, что оборудование в основном не российское, при модернизации компании, у нас есть определенные меры поддержки, которые мы оказываем предприятиям. Это и компенсация процентов по кредитам, и в ближайшее время будет принята отдельная программа по льготному лизингу оборудования для предприятий легкой промышленности. Плюс задействуем возможности фонда развития промышленности для того, чтобы компании получили льготные займы до 5% также на модернизацию своих производств. И это, пожалуй, самая востребованная услуга. Самая востребованная и самая востребованная, безусловно, мер поддержки, если предприятие хочет модернизировать свое производство. Ну что, хочу сказать спасибо министерству, Минпромторгу, и пожелать удачи нашим кожевникам в Италии. И, соответственно, это не только итальянская выставка, одна из самых больших мировых. Надеюсь, что они найдут клиентов не только в Италии, а во всем мире. И пожелать удачи им и России тоже. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!